Полиция, быстренье документ на машину, пожалуйста. Вот так вот. Проверка страховки, прав и документов, подтверждающих законность аренды. Первая поездка на каршеринговом авто для Лясяна Муравьевой началась с неприятностей. Говорит, мало того, что остановились сотрудники ГАИ, так еще и столкнулась с техническими неполадками. Сдавала вначале одну машину, в общем, я не смогла ее открыть. Пришлось мне завершить путек, поездку свою, то есть у меня сняли деньги. Потом я еще раз сделала, то есть я села машину, я не смогла ее завести, получается. То есть у меня какая-то техническая ошибка была. У меня опять сняли деньги, я пошла в другую машину, и вот такая своя понятия. Проблем с документами у Ляйсан не обнаружили, и она тут же поспешила завершить свою долгожданную поездку. Все беспроблемно оказалось и у этого уже более опытного пользователя каршеринга. Только на долгие разговоры у мужчины не было времени. Говорит, везет семью отдыхать, да и деньги за аренду капают. Поэтому как только инспекторы ГАИ вернули ему документы, он ринулся к авто, забыв про все правила дорожного движения. Однако, как рассказывают сотрудники ДПС, не всегда водители каршерингового авто бывают ответственными. Всего за месяц с камерами фиксации зарегистрировано более тысячи нарушений. Кроме того, за это время случилось 52 дорожно-транспортных происшествия с участием арендованных машин. В двух случаях водители просто-напросто скрылись с места дорожно-транспортного происшествия. В двух случаях водители управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и совершили дорожно-транспортное происшествие. Также имеется факт управления транспортными средствами и совершения дорожного транспортного происшествия лицом, лишенным права управления. Несмотря на то, что многие компании каршеринга требуют более двух лет опыта вождения, новички все же ухитряются сесть за руль арендованного авто, рассказывают инспекторы. Говорят, как правило, они управляют машиной под чужим аккаунтом. Все это приводит, если не к трагедиям, то к мелким дорожно-транспортным происшествиям. Например, к сносу заборов. А сколько у вас опыта вождения за руль? Ну, немного. Ну, сколько? Где-то месяца три, наверное. У вас своя машина имеется? Нет, я его мужу беру. А почему же вы решили взять каршеринговую машину? Чтобы учиться ездить, видимо, да? Ну, чтобы опыта пополнять. Из-за неутешительной статистики аварии госавтоинспекция уделяет пристальное внимание к арендованным авто. Отныне на еженедельные рейды будут выезжать несколько экипажей ДПС, а также мотобатальоны.